ВСУ прорвали оборону российских сил в Старомайорском на юго-востоке Донецкой области. В российских телеграм-каналах царит полная неразбериха в связи с этой ситуацией. Первым информацию про отступление российской армии опубликовал военкор Владимир Романов, после чего заявление сделали бывший полевой командир так называемой ДНР, террорист-стрелков и еще несколько российских провоенных каналов, по данным которых ВСУ село Старомайорское взяли под контроль. Что же происходит на самом деле и действительно ли Старомайорское открывает путь на Старомлыновку и дальше в направлении Мариуполя и Бердянска, разбираемся в этом видео. Итак, российский террорист Игорь Стрелков сообщил о том, что ВСУ взяли под контроль село Старомайорское на юго-востоке Донецкой области. Если это так, то враг достиг тактического успеха. Выйдется ли этот успех во что-то более значительное, чем продвижение на 3-4 километра, будет понятно буквально в течение пары суток, ведь задача наступления ВСУ не в том, чтобы вмять нашу оборону, а чтобы ее взломать и прорваться в тылы нашей обороняющейся группировки. Игорь Гиркин-Стрелков, российский террорист. Стрелков добавил, что ВСУ контролирует местность, расположенную к югу от Времьевского выступа, уже полностью срезанного украинскими силами. Подтвердили это и военкоры «Русской весны». Они уточняют, что ВСУ после массированной артподготовки сначала удалось продвинуться по лесополосам к селу, а затем и войти в северную часть села, где продолжаются тяжелые бои. Артиллерия врага перепахала передний край нашей обороны, вынуждая бойцов отходить вглубь села. Вчера штурмовые отряды ВСУ на бронетехнике начали высаживаться и атаковать господствующую высоту и само Старомайорское со стороны Макаровки. Военкоры «Русской весны» Телеграм. Тревожит «Зет» военкоров больше всего то, что Старомайорское и соседнее урожайное являются воротами в направлении Старомлиновки. И в случае, если информация о прорыве официально подтвердится, перед украинской армией откроется дорога на ключевой для российской армии в этом районе населенный пункт. В то же время другие пророссийские военкоры взялись успокаивать своих подписчиков, мол, ночью была лишь неудачная атака на село. Сообщается о тактическом успехе ВСУ на Донецком направлении. Украинские военные захватили село Старомайорское, северо-восточнее урожайного. По нашим данным, это не так. Была попытка захвата сегодня ночью, атака отбита. На данный момент на 12.11. Там стоят наши силы. Сладков плюс Телеграм. О том, что противник якобы выбит с окраин поселка, написал и военный блогер Марис Рожин. При этом добавил, что ожидают новых атак. Утренняя атака ВСУ на Старомайорское. Времьевский выступ отбита. Противник понес потери и был выбит с окраин поселка. Ожидается продолжение атак противника на Старомайорское со стороны Макаровки. Колонел Кассат. Телеграм. Стоит отметить, что большая часть военкора в РФ связана с российским министерством обороны, которое старается умалчивать неприятную информацию в своих заявлениях и через подконтрольную сетку телеграм-каналов. В самом же оборонном ведомстве России все якобы идет по плану. Там сообщили об успешном отражении 15 украинских атак на Донецком направлении и об уничтожении живой силы и техники ВСУ недалеко от Старомайорского, в районах сел Приютное и Равнополь. Украинская сторона пока не комментировала события в Старомайорском, но заявляет, что ситуация на Восточном фронте обострилась. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Малер. Враг два дня подряд активно наступает на Купинском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои. Положение сторон меняется динамично по несколько раз в сутки. Анна Малер, замминистра обороны. Малер подчеркнула, что на Бахмутском направлении ВСУ продвигается постепенно вперед. На южном фланге ежедневно. На северном украинские военные пытаются удержать позиции. Ключевую роль на поле боя продолжает занимать украинская артиллерия, говорит начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников. Она действительно уничтожает 80% бронированной живой техники противника. На сегодняшний день, потому что у нас нет переваги в воздухе, мы еще ждем самолета нового поколения Ф-16. Артиллерия так же выполняет и цюркой. Не имея количественного преимущества перед армией РФ, Украина действует, используя правильную тактику наработки штабов, которые решают, как двигаться вперед, при этом сохраняя собственные ресурсы. Тогда как армия РФ выбирает тактику захвата украинских территорий ценой жизни огромного количества собственных солдат. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы быть в курсе всех новостей о войне.